Здравствуйте, это Брифинг. Коротко о том, что обсуждают сегодня в Америке. И с вами я, Анна Райс. Главный политический вопрос минувших выходных. О чем все-таки договорились в Гамбурге президент Трамп с президентом Путиным? Личная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина стала одним из наиболее обсуждаемых событий саммита Большой Двадцатки в Гамбурге. Это объясняется тем, что тема российского вмешательства в американские выборы в США остается горячей темой. По возвращении в Вашингтон Трампу был задан вопрос. Трамп ответил, что обсуждал эту тему с Путиным, не вдаваясь в подробности. В воскресенье президент США написал в Твиттере. Я дважды серьезно ставил вопрос российского вмешательства в наши выборы перед президентом Путиным. Он категорически отрицал это. Тем не менее, я ему высказал свое мнение. Однако, что конкретно сказал Трамп Путину? Это неизвестно и, вероятно, никогда не станет известным, поскольку никаких записей во время встречи не велось. Советники Трампа не дают однозначного ответа. Позвольте мне лишь сказать, почему президент Трамп сообщил только то, что он сказал на встрече. Потому что стратегически это не имеет смысла. После переговоров с Трампом министр иностранных дел России и президент Путин заявили, что Трамп принял заверение России о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Представители Белого дома долгое время хранили молчание по этому поводу. Наконец, комментарий последовал от начальника штаба Трампа. Президент абсолютно не верит заверениям президента Путина. После встречи с президентом России Трамп написал в Твиттере, что обсудил с ним возможность создания американо-российской непреодолимой службы кипербезопасности для предотвращения хакерских атак в будущем. Влиятельные республиканцы сошли, что эта идея ужасна. Это не самая глупая идея, с которой я сталкивался, но она близка к тому. Не было никакого наказания за содеянное. Настало время оставить это позади, но до этого цена должна быть оплачена. Сенатор Марко Рубио написал в Твиттере, Партнерство с Путиным в области кибербезопасности – это партнерство с Асадом в области безопасности химического оружия. После волны и критики президент Трамп написал в Твиттере, Факт, что я обсуждал с президентом Путиным создание службы кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это произойдет. Около 400 дайверов опустились на дно океана в Национальном морском заповеднике на островах Флорида-Киз у побережья Флориды. Правда, отправились они туда не любоваться рыбами и кораллами. В минувшие выходные у островов Флорида-Киз у побережья Флориды прошло необычное мероприятие. Несколько сотен дайверов опустились под воду, чтобы сыграть на музыкальных инструментах концерт для местной радиостанции. Однако спустились под воду вместе с музыкальными инструментами дайверы не случайно. Таким образом, они старались привлечь внимание к сохранению природы и кораллового рифа в особенности. Все больше и больше рифов исчезают из-за глобального потепления и загрязнения воды в Мировом океане. Фестиваль, который ожидаемо получил название подводного, прошел у рифа Луи Ки, который входит в состав третьего по величине в мире живого кораллового рифа. Причем музыканты-нырялщики не ограничились парой песен. Концерт продолжался без малого четыре часа и транслировался местной радиостанцией в прямом эфире. Среди исполняемых композиций не было ни одной, которая бы не была связана с морской тематикой. Так прозвучала главная музыкальная тема из мультика «Русалочка», знаменитая песня «Битлз» «Сад осьминога» и даже саундтрек к фильму «Челюсти». Для находившихся на суше слушателей музыка транслировалась из-под воды с помощью водонепроницаемых колонок, установленных на нескольких лодках. Некоторые музыканты решили также одеться соответствующим образом. Среди них было две русалки и герой мультиков «Губка Боб». Другие исполнительные ныряльщики делают вид, что играют на морских музыкальных инструментах – ракушках и кораллах. Юный американец путешествует по стране, чтобы отблагодарить стражей правопорядка. Мальчик из штата Флорида начал необычную кампанию. Он решил отблагодарить полицейских. Сам он объяснил свой поступок следующим образом. «Они охраняют нас. Они мои самые лучшие друзья. Я хотел напомнить им, что людям не всё равно». Тайлер уже успел побывать в нескольких городах. Последней остановкой ребёнка стал город Эшфилл в штате Северная Каролина. Мальчик принёс несколько больших коробок пончиков для стражей правопорядка в качестве подарка. Девятилетний Тайлер называет свою кампанию «Мне не нужен повод сказать спасибо полицейскому». На поступок мальчика обратили внимание местные СМИ. Его даже пригласили принять участие в телешоу. Однако своеобразный пончиковый тур только начинается. За следующие полтора месяца Тайлер вместе с семьёй совершит остановку ещё в 30 полицейских участках по всей стране. Долгожители из Калифорнии готовятся отметить свой сотый день рождения. Но вместо долгого чаепития и уютного кресла он проведёт свой праздник в горах на лыжах. Джордж Джеданов представляет себе празднование своего сотого юбилея только так. Это потрясающе. Я бы никогда не смог придумать лучший подарок, чем катание на лыжах и внимание близких. Это так здорово. Кататься на лыжах Джордж научился только в возрасте 43 лет. И с 60-го года он каждый год приезжает в горы в штате Юта и хвастается, что не пропустил ни одного сезона. Пару дней назад Джордж завершил свой 57-й лыжный сезон в горах, но владельцы курорта разрешили постоянному посетителю спуститься за склона ещё раз в честь праздника. Я катался каждый год с тех пор, как научился стоять на лыжах. Я рад, что решил так отметить день рождения. Я очень люблю лыжи. Я завёл здесь множество друзей и отлично провёл время. Джордж регулярно спрашивает, в чём состоит секрет этого долголетия. Он говорит, что всё просто. Надо заниматься спортом каждый день и веселиться. Когда вы веселитесь, вам просто продолжать это делать и не терять хорошего настроения. Да вы только посмотрите на эту красивейшую страну. Господи, тут же дух захватывает. Я приезжаю сюда и катаюсь, вдыхаю свежий воздух. Чувствуешь себя великолепно. Трогательная история о настоящей братской любви. Маленький мальчик спас брата после страшной автомобильной аварии. Всё могло закончиться трагедией. Грузовая машина перевернула легковой автомобиль недалеко от аэропорта. За рулём семейной машины находилась женщина с двумя маленькими детьми. Одному мальчику исполнилось 10, другому всего годик. Оба ребёнка были пристёгнуты на заднем сиденье, когда произошло столкновение. Грузовик курьерской службы Федекс вынырнул из-за угла и ударил машину. Та под действием удара перевернулась. Я думала, что с ним что-то случилось, потому что он громко кричал. Вся семья оказалась заперти в перевёрнутом автомобиле посередине улицы. Десятилетний Грейсон попытался выбраться, несмотря на то, что у него была повреждена рука. Но вдруг мальчик остановился, поняв, что его младший брат Престон до сих пор пристёгнут и не может ничего сделать. У меня сильно болела рука, но я его поднял, а потом вторую руку отстегнула его от детского кресла. Это было непросто. Невероятное спокойствие и храброе. Десятилетний мальчик и травмированный рукой, который не побоялся дольше остаться в перевёрнутой машине, чтобы спасти младшего братика. Он ни секунды не мешкал. Сразу пришёл на помощь младшему брату. Он не просто наш герой, настоящий супергерой для своего младшего брата. Представители компании FedEx заявили, что переживают за семью Уилкинсонов. Сам герой дня Грейсон говорит, что если братья ещё раз окажутся в подобной ситуации, то он сделает всё, что будет в его силах, чтобы удостовериться, что с младшим братом всё в порядке. Он иногда капризничает, но я всё равно его очень сильно люблю. И напоследок о необычной инсталляции, которая открылась в Вашингтоне. В центре внимания публики окажутся пчелиные соты. Рассказывает Максим Искальков. Конструкция из почти трёх тысяч полых трубок весом в 33 тысячи килограммов и высотой 17 метров. Плюс шесть месяцев упорной дизайнерской работы. В Национальном музее строительства в Вашингтоне открылась внушительная скульптурная композиция под названием «Улей». Это четвёртое лето подряд, когда музей устанавливает гигантскую инсталляцию внутри своего огромного холла длиной в 100 метров и высотой в почти 12 этажей. Лабиринт, в котором вполне можно заблудиться. Айсберги, дающие возможность представить себе панорамный вид ледяных глыб над поверхностью океана и под нею. Сухой бассейн из миллионов пластиковых шариков. И вот теперь гигантский пчелиный улей. Каждый год музей находит оригинальный способ удивить своих посетителей. Огромные композиции – часть оригинальной творческой серии «Саммер Блок Пати». Улей – самый крупный арт-объект из этой серии. Его создателем стала чикагский архитектор Джин Генг. В архитектуре меня всегда вдохновляла природа. Если вы посмотрите на некоторые вещи в природе, например, на сосновую шишку, вы сможете увидеть спирали. У этой структуры тоже есть спирали. Таким образом я попыталась изобразить именно связь с природой. Картонные трубки – серебристые снаружи и пурпурные внутри – имеют разный размер – от нескольких сантиметров до трех метров. Для того, чтобы собрать эту гигантскую инсталляцию, не потребовалось и капли клея. Цилиндры насаживаются друг на друга при помощи специальных разъемов. Самая большая трудность, с которой мы столкнулись, – это тот факт, что ничего похожего в структурном плане до этого не было создано. Поэтому нам пришлось провести много тестов, чтобы убедиться, что это сработает. В нашем офисе мы сделали макет инсталляции размером в одну десятую от оригинала. Для этого мы использовали трубочки от туалетной бумаги. Внутри конструкция напоминает соборные своды. Она также удерживается за счет собственного равновесия. Фантастический на вид улей создает удивительный контраст с историческим залом музея, построенным в стиле итальянского Ренессанса. Внутри этот гигантский улей обладает очень уникальной акустикой. Потому сотрудники музея установили внутри вот такие необычные музыкальные инструменты, на которых любой желающий может поиграть. Звук буквально отскакивает от всех этих разных поверхностей в разных направлениях. В итоге звук как бы окружает тебя, однако часть звука все же проникает наружу. Получается интересный эффект. Ты как будто находишься в лесу среди деревьев. Внутри улья музей планирует проводить разные мероприятия, такие как занятия йогой, танцевальные, коктейльные вечеринки и концерты. Снаружи улья установлены картонные диски, из которых самые маленькие посетители музея могут создавать свои собственные инсталляции и учиться о замархитектуре. Максим Москальков, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Вашингтон. И на этом у нас сегодня все. До встречи на брифинге.